У нас в гостях старший преподаватель кафедры электромеханики факультета приборостроения электротехнических и биотехнических систем Луганского государственного университета имени Владимира Даля Юрий Владимирович Криселюк. Доброе утро. Доброе утро. Электричество неотъемлемая часть жизни современного человека. Свет и тепло, бытовые приборы, телевизор, да и вообще все, что связано с электричеством, это сейчас неотъемлемая часть каждого человека. Как правильно обращаться с электричеством, чтобы оно было только во благо? Да, тут я с вами полностью согласен, что электричество это наша неотъемлемая часть. И существует два элементарных легких правила, которые нужно соблюдать. Первое, это всегда соблюдать технику безопасности при использовании какого-либо оборудования, либо проведении ремонтных работ. Ну, например, самое элементарное, если вы в квартире меняете розетку, вам нужно ее обесточить, чтобы вас, не дай бог, не ударило током. Также второе правило, это соблюдать правила эксплуатации наших электроприборов, которые у вас в квартире. Использовать их только по назначению, не перегружать. Ну, и самое главное, читать ту документацию, которая идет с ним в комплекте, чтобы не произошло никаких чрезвычайных ситуаций. Ну, вот у такого человеческого блага у света есть в любом случае и минусы. Какие минусы, а точнее даже не какие минусы, в чем опасность от электричества? Ну, опасность электричества в первую очередь, это очень опасно для нашего здоровья с вами, потому что поражение электрическим током приводит не только к каким-то травмам, но и, к сожалению, к летальным исходам. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным, а особенно нужно большое внимание уделять детям, потому что детское любопытство, все мы знаем, все мы были детьми, нам все интересно, куда-то можем залезть, что-то куда-то засовывают, не дай бог, это розетка или что-то, поэтому с самого маленького возраста детей нужно приучать, как правильно пользоваться приборами, ну, благо, что у нас и на уровне школы-то все делается, ну, и родители тоже должны это все соблюдать. То есть объясняют все? Да, конечно, потому что это очень серьезно. У многих проводка старая, а техники новой очень много. Что может произойти с учетом большой нагрузки на электросеть в лучшем случае? Ну, в лучшем случае срабатывает защита. У нас у всех, у каждого дома стоит счетчик, либо электрический щиток. Внутри него автоматы дифференциальной защиты, УЗО, которые при случае перегрузки будут нас срабатывать и отключать нас от источника. Это и для нашей безопасности очень хорошо, ну, и также для электросети, чтобы дальше поломка не вышла за пределы вашей квартиры. Поэтому очень важно соблюдать эти правила, то есть знать, какой у вас предельная мощность в квартире, не превышать ее, для того, чтобы не приводило к аварийным ситуациям. То есть в лучшем случае просто отключатся все эти приборы? Да, у вас обесточится квартира, и вам нужно будет, конечно же, найти причину, что привело к этой ситуации, и потом только пытаться снова включить. А что будет в худшем? Какие будут более такие последствия? Ну, худшие, это, конечно, если у вас, допустим, случилось короткое замыкание в квартире, то может привести к пожару, например. Если рядом какой-то легковоспламеняющийся материал, искры могут привести к пожару. Ну, а также поражение электрическим током. Если это, например, замыкание на корпус предмета, вы включите и дотронетесь, допустим, от той же стиральной машины, и вас ударит током. То есть это как минимум уже электрический ожог у вас будет. То есть последствия различные. А что вы скажете по поводу стабилизаторов? Вот таких больших крупных стабилизаторов, которые ставят там в частных домах, квартирах уже. Они спасут ситуацию? Нет, так там же тоже существует какая-то определенная защита в них. Ну, их устанавливают для тех участков, так сказать, если у вас есть проблемы с напряжением. Допустим, у вас в сети пониженное напряжение. То есть некоторые электроприборы, но они не могут работать, допустим, при 200 вольтах. Им нужно именно 220. Поэтому здесь вам нужно применять стабилизаторы. Но также еще применяют различные защиты, то есть от перенапряжения, от резкого падения напряжения. То есть это очень важно, если вы хотите сберечь свои электроприборы. А какие факторы влияют на мощность электричества? Конечно, это ток наш влияет на мощность электричества. Потому что, как мы, если вспомним курс электротехники, то мощность – это наше произведение тока на напряжение. Напряжение у нас в сети постоянное, 220, ну, переменное, то есть имеют 220 вольт. Поэтому все зависит от тока. Также у нас все автоматы рассчитаны на определенный ток. В частности, у большинства из нас стоят автоматы на 16 ампер. То есть если это значение тока вы превысите, то данный автомат у нас сработает. Ну, я, наверное, думаю, что факторы – это имеется в виду, почему бывают эти перебои и как они влияют. Почему бывают перебои? Ну, перебои происходят из-за того, что мы перегружаем нашу электрическую. В частном случае дома, если мы можем включить много мощных приборов, наша даже та же проводка может не выдерживать. И, собственно, срабатывает наша защита. То есть нужно грамотно подходить к количеству одновременно используемых электроприборов. Что больше всего в квартире мотает свет и как снизить расход вот этого электричества? Ну, больше всего в квартире у нас мотает свет. Это, конечно же, допустим, бомбер водонагреваемый. Летом это кондиционеры. Летом это кондиционеры.